и там было как яспис и сардис и радуга видом подобная сморгаду я всегда когда читаю вот именно эти стихи думаю о такой вещи мир грядущий особенно тот про который говорит апостол иоанн который ему был показан в откровении это мир духовный мир духовный с трудом описывается словами нашими земными неважно это иврит греческий русский английский еще какой-то язык это могут быть только какие-то аналогии я всегда думаю что когда апостол павел в своем видении был вознесен до третьего неба то у него который был интеллектуал того времени знаток торы знаток и возможно член синедриона человек невероятной интеллигенции у него не хватило слов и он говорит что я там видел что я там слышал я описать не могу только знаю что это просто до невообразимости лучше чем мы можем себе представить иоанн же описывает все терминологией ювелирного богатого магазина то есть все таки это образы все такие какие-то имиджи говорит что там вот реально дорога из золота золото по сравнению с духовными благами это ничто и сардис и яспис и даже бриллиант это ничто это модели рекламные аспекты этого мира духовный мир это мир состоящий из других концептов но на каком-то начальном как бы этапе хорошо и так